Вода в кранах жителей села Семилуки появляется с переменными успехами. И когда точно ее отключат, предсказать никто не ручается. Мы начали вести журнал воды, когда присутствует, а когда отсутствует. Подвоз у нас не осуществляется. Трое суток мы сидели вообще без воды. В конце августа, в начале сентября мы не могли собрать детей к школе. Когда закончится это беззаконие, безобразие, непонятно. Администрация просто бездействует. Проблема не только в отсутствии воды. Ужасает и ее качество. В разы превышено содержание фтора и бора. Для питья она явно непригодна. Поэтому уже возбуждено уголовное дело. При этом повторно. Поставщик воды сельский Семиловский потребительский кооператив «Чаша». Работал даже без лицензии целых два года. Следователи не раз проверяли эту организацию. После чего уголовное дело почему-то закрывали. Мы от администрации хотим, чтобы она нас переподключила. И пояснила, как это делается, куда делись деньги, которые были выделены из бюджета на эту программу. Реконструкция водоснабжения в селе действительно проведена. Но подключаться к новому водопроводу все собственники будут в индивидуальном порядке. Было выполнено бурение четырех артезианских скважин. Построен резервуар для хранения чистой воды на 700 метров кубических. Станция водоподготовки и насосная станция. Проложено почти 50 километров наружных сетей водоснабжения. Отчитывается администрация села Семилуки. Как поясняют в Министерстве ЖКХ Воронежской области, согласно 416-му федеральному закону о водоснабжении и водоотведении, переподключение абонентов производится бесплатно, только в точке разграничения. А вот от своего дома до этого участка, то есть соединения раздела элементов систем коммунальной инфраструктуры и абонентской, придется заплатить собственные средства. Размер суммы рассчитывается индивидуально в зависимости от расстояния. Кооператив «Чаша» и подрядная организация сейчас ведут откладку и регулировку процесса подачи воды потребителям. Что касается заново возбужденного дела по вопросам качества воды, Следственным комитетам пока ведутся проверки.